то наверно даже лучше снять номер в гостинице чем какой-то номер у людей или номера квартир у людей потому что там все такое вонючее грязные волосы валяются какая у нас маршрутка я говорила 121 наверно тыс там google карту вот в четверг 12 часов будет собеседование вот тянет ее каким-то грузка непонятно почему это детей научит всем доброе утро вот первое января 745 кто-то лицом салат спит пьяный после бурной ночи а мы с лены проснулись рано для того чтобы собрать вещь вот рюкзачок уже собраны стоит пару бутербродов чипсы ну как обычно это неотъемлемый атрибут колбаса здесь останется дядя петя подарочки тоже вот в дорогу дал автобус 8 45 у нас остался час сейчас я расправлюсь с последним куском бутерброда и будем двигаться там увидимся как тебе поездка устал я же не пушку мы туда одеться еду проснулась недавно вода заспала это был самый короткий новый год в моей жизни сознательной жизни в детстве наверное всегда засыпала рано наконец-то доехали я хочу быть ближе ладно вещай подустал ехать сколько он сумел выехали 8 45 82 а доехали 6 часов мы сейчас будем направляться на маршрутке либо на такси на маршрутке мне уже звонили с гостиницы заезд должен быть два часа на полчатика позже посланили думали что надо уже отменять доме но я сказал что еще все все убираемся пошли мы до остановки где она нашла на своем телефончике как ехать? покажи ну вот что за приложение так это же гугл карты да? да там уже можно смотреть маршруты да там всегда можно было потому что у нас путешествий нет да после того как яндекс транспорт отключили мне теперь только с гугл перестань какая у нас маршрутка я говорила? 121? ну наверно ты сейчас там гугл карты смотришь вот мы добрались до гостиницы заплатилось 650 гривен шли какими-то лабиринтами она сказала поднимитесь на второй этаж пройдете прямо вниз по ступенькам там вверх по ступенькам потом еще раз вверх по ступенькам потом направо-налево но в итоге мы нашли все вот ключ-карта вставляется в принципе что-то схожее с системой гостиничного номеров в Египте я думаю один день можно как-то перекандоваться там кроватка штраф у них 500 гривен за то что куришь но как по мне курит так вот накурит в принципе ничего такого маленький телевизор шкаф-купе самодельный нормально давайте проследуем главный пункт все аккуратненько чистенько честно признаться честно признаться то наверное даже лучше снять номер в гостинице чем какой-то номер у людей или номер у квартиры у людей потому что там все такое вонючее какой-то грязный волосы валяются непонятно как убирают а тут хотя бы ты заплатила и все как на поле цивильно не знаю как а тебе как не ну просто в гостинице в любом случае ты можешь спуститься на ресепшен и потребовать что-то там смените это смените то потому что когда я с папой уже снимал на Дерибасовской тоже вроде бы центр там где вид как там где вид как кошка накакала там и прочее мы с папой спали там просто тараканы бегали везде как у меня вообще кондиционер бедный задыхался там не мог ничего сделать нормально сейчас мы вещи кинем пойдем в такой вот центр мой любимый сити-центр там может быть поужинаем я вернусь обратно надо получить еще раз в площадке слова все-таки завтра вообще цель моего путешествия сюда это сдать сдать нормально чтобы сказали все молодец ты сдал и забыть благополучно фактически как год назад я не вижу ничего заказали тренировки ладырфи унаги унаги маки или как удон удон с курицей удон с курицей вот вот наш ужин на сегодня и спать завтра много делать с кроликами делать какой милый кролик ты маленький смотри какой грустяш похож на тебя тянет ее к каким-то игрушкам непонятно чему это детей научит сосиски круты мене растягни мене кнопни мене трухни мене бамс у меня такое ощущение что это вообще грушка для секс-шопа получат девочки это явно не детские нет я бы поиграла умно и в спарк а куда они нажимают кодин бамс ты мда куда он болез ой там как я веревочном парке видишь какая-то ватка болез, болез, болез 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 точно я я даже не знаю кто это какая-то носуха ну смотри какой у меня нос длиннонос да там я знаю не мод непосредственно тот который в тот раз какие бы дома завести ухоженные маленькие есть одна такая когда я ее раскормил она у меня выросла когда я ее брал она была такая маленькая их ватка и пах пост блин их маленьких обезьянок тоже то не комитии таким обилием сладости далее ехал или шип с 10 утра подошел преподаватели по английскому языку спрашиваю там на фамилии антимонов когда время 1045 может и принципе сейчас никого не дайте хотя бы две минутки времени возьму сел слава повторил ну все пора в пойду надо короче сдать быстрее как они по наставнику зашел она мне сразу на английском говорит вы четвертым работаете там а вот хочу третьем стать поехали слова поехали слова спрашивают но дает мне список слов я и сейфти лист полностью вы сразу на английском языке потом следующий список слов где-то послушал одну треть говорит хватит и так все слова знаю началось собеседование английском языке начало меня спрашиваю чем я хочу стать делом кем ты хочешь стать сразу смонавт летчиков дедом вы и дети родили детей все спасел ангиб типов судах я работаю таких на которых работаю пиджи а почему там такие они те я говорю дело в зарплате там кидыщи были вопросы я их уже не помню пишу хочу пожелать удачи на маринс тесте сел за тест а кстати да у меня еще мужик тоже все я смотрю ночная тест на него 22 просто он нащелку а время уже 30 минут я такой думаю интересно успеет ли он нашел все я сел постоянно глядываю создать хочу обогнать погнать дошел лет момента когда его обогнал нас уже победе очень быстро очень быстро даже не по два раза по одному в итоге набрался семьдесят девять процентов уже не успел сейчас уже прошел он спрашивает преподаватель я могу еще продолжать она говорит может рекомендуемый час в течение 10 минут надо успеть я не знаю что закончилось я в общем сдал и ушел и сказал маловато ну да на 2 нужно 80 процентиками не хватило на 2 а дома ты сдал на 80 до 80 3 3 да вообще дома сдавал на 86 когда это было нормально сдал мне принципе по грамматике 70 текст последний вот этот 85 сам дурацкий легкий старого паса на 80 там 6 1 одному у тебя там 30 процентов тебе дали за это круто дома 33 потому что видимо 1 в общем потом я пошел он просто от механика на старт не гуляет помощь есть но но нет форма а д а д а д а д а д а д не помню какая-то 34 потому что старший механик должен расписаться что я освоил то какие-то навыки вот такому поскольку поехал старшему механику домой благо вернулся вот я сейчас хотела узнать ты к тому с которым на сотне был, да, приезжал? Кому еще? Я не знаю. Я думала, может, он еще в рейсе. У меня, я взял, ну, у меня номер был. Был, но не на этом телефоне, поэтому пришлось к ланжеру подойти за телефон. Все, я позвонил. Я сначала его не узнал, по-моему. Как-то в трубке его по-другому отображаются. Да, Саша, здравствуй. Такой радостный. Ну, приятно стало. Все, я подъехал, пообщались, запомнил. Рассказал ему историю. 31-го лег спать рано. И рано утром 1-го уехал на авторитет. Ну, ты быстро управился, очень быстро. Сейчас вот надо перекусить немножко. Ну, я, блин, приболелся. Устатил горло. Это кошмар какой-то. Не знаю, как-нибудь. Плохо. Ну, и вот в четверг 12 часов будет собеседование с механиком-наставником уже по скайпу. Ну, может быть, и сейчас будет тоже. Не знаю. Все. Там видно. Еще надо билеты купить обратно. Проблема какая. Лена не поспособствовала. И почему же я тебе сказала, какие есть варианты? Как мы можем уехать домой? Надо было утром посмотреть. Так при чем здесь утром? А смотри утром смотреть? Запорнировать. Ты же говорил, что может еще останемся. Если нужно будет. Не нужно. Все. Спасибо за внимание. Что, еще увидимся. Надеюсь, в автобусе вечером. С чипсами Принвелс. Я у окна сижу. Я у окна сижу? Я первый сказал. Не, ну ты сюда не у окна сидел. Я заболел. Я заболел? Ты забыл? У меня горло болит. У меня тоже болит. Не надо лиля. Что не надо лиля? Ты сегодня утром сам говорил, что уж. Я плохо разговариваю. Ты плохо всегда разговариваешь. Ты ударение неправильно в словах ставишь. Морозиловка. Я поехала на Киев. На Сумы. Ну что ты думаешь, да? Не помидор, а помидор. Не сельпо, а сельпо. Не било, а вилло. Не метро, а метро. Потом еще начинает. Говорит, Саша, а ты взял с собой крем? Не надо. На какой крем? Что, что? Это уже крем, я так не говорю. А паштет взял? Ну перестань. Договаривает, ну человек. Выдумщик. Кошмар какой-то. Вот такие вот Сумы. Вот у нас поездка в Одессу. То есть не закончилось, а заканчивается. Мы сели в автобус. Купили два билета предварительно. На какой-то экстренный или какой-то? На доползнительный автобус. На какого-нибудь? Экстра, экстра лайн? Эколайнс. Но это тоже автолюкс. Правда, он немножко получился дороже, чем VIP. Хотя, как видите, было два сиденья в ряду. Когда VIP, я веду слева по одному. Что-то я устал, конечно. Хворь берет вверх. Попрежит, пожалуйста. Надо мной, я уже просто мечтаю о том, вот, приехать домой и завалиться на кушетку, жвостиком в руках и пытаться выздороветь. Но, как бы я не хотел завалиться жвостиком, в четверг мне предстоит собеседование финальное, после которого можно расслабиться до звонка по прохождению Миткани. Все, всем удачи, счастливо.